В Краснотуринске трое мелких подростков, две девчонки 11 лет от роду и пацан того же возраста, брат-двойняшка одной из них, осквернили символ воинской славы. Малолетки бросали вечный огонь на улицы мира, полиэтиленовые пакеты и наблюдали, как они плавятся в огне людской памяти. Кроме камеры наружного наблюдения, дерзкую троицу заметила проходившая мимо женщина. Она остановилась, пристыдила подростков и даже заставляла их убрать мусор из святого для краснотуринцев места. Несмышленыши в ответ погрызались. Одна из девчонок вообще заявила, что им совершенно не стыдно. Но, видев мобилу в руке женщины, подростки покружили вокруг вечного огня и ушли. Полицейские по записям с камеры наблюдения быстро идентифицировали юных осквернителей мемориала. Брат с сестрой учатся в коллекционной школе, а их подружка в обычной номер один. Два няшки, которых воспитывает мать и отчим, уже состоят на учете в ПДН за жестокое обращение с животными. А их ровесницу мать воспитывает в одиночку. Уточнил в комментариях руководитель пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых. Вице-мэр Краснотуринска Александр Катаев на своей страничке в соцсетях написал. Дескать, это обычные дети. Сделали они это не со зла. Просто им о важном недорассказали. Их недовоспитали. За ними недоглядели. Еще не поздно. Далее цитата. Уверен, что они исправятся, если родители возьмутся за это прямо сейчас. Конец цитаты. Комментарий чиновника, надо сказать, вызвал легкое недоумение в полицейском ведомстве. Как уточнил полковник Горелых, их удивил тот факт, что замглавы администрации лишь констатировал факт, вместо того, чтобы задействовать весь административный ресурс, на ниве активизации патриотической работы во всех школах города. А пока по факту осквернения вечного огня родители и подростков ожидает наказание рублем.